Голосование открыто. В Бобруйске проходит выбор в молодежный парламент. Он действует при городском совете депутатов. Чтобы войти в его состав, вам должно быть не меньше 16 и не больше 31. Еще одно условие – необходимо учиться в учреждениях среднего, профессионально-технического или средне-специального образования. Например, в автотранспортном колледже на заветное место претендуют три кандидата. У каждого есть своя программа. Избирателей 382 человека. Большинство молодежи в данный момент не имеют определенного цели организации свободного времени, досуга. В моих основных целях – это короткий организовать досуг в свободное время. Я составил свою предвыборную программу и уверен, что с ней молодежь больше узнает, что такое молодежный парламент и начнет больше принимать в этом участие. В технологическом колледже тоже три кандидата. Правда, все представительницы прекрасной половины человечества. Чтобы сделать свой выбор, у избирателей есть 7 часов. И, к слову, больше 300. Гонка здесь не шуточная, все по-взрослому. Сперва были выдвинуты претенденты. После они составили свои программы, и потом уже настал черед предвыборной агитации. Сейчас день Х. Участие в выборах принимают все учащиеся учреждения образования. Это и ребята с первого, и второго, и, соответственно, выпускного курса. Участникам выборов главное являться учащимся учреждения образования, иметь ученический билет и быть, соответственно, в списке. В 17-й городской школе вовсю идет голосование. Ребята отмечаются в списках, берут бюллетень, заходят в кабинку, ставят галочку и свой бланк бросают в прозрачную урну. На место в молодежном парламенте претендуют два кандидата. Это лучшие, самые активные представители своего поколения. Оба учащиеся 10-го класса. Избирателей 42. Выборы проходят спокойно, выборы проходят активно. И сегодня действительно у нас в школе праздник, и поэтому у всех праздничное настроение. А вот в 31-й школе уже привычное количество кандидатов. Трое. Два парня и одна девушка. 214 человек обладают избирательным правом. К слову, соблюдаются все антиковидные меры. Комиссия в масках при входе антисептик. Что касаемо программ претендентов, все они заточены под здоровый образ жизни. Создать специальные комитеты, которые будут помогать психологически детям. Также спортивные какие-то организации, КВН и много всего интересного для поддержания молодежного парламента. Молодежный парламент – это самые активные представители современного поколения. Ребята принимают участие в диалоговых площадках, решают общественно-политические задачи. Они – будущее не только нашего города, но и страны в целом. Максим Кембель, Карина Гуревич, Максим Галенка, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360.